Кому за махорка идти? Послал в летнее время фельдфебель трёх солдатиков учебную команду белить. Захватите, ребята, хлебца да сало. До вечера поди, не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуете, а к завтрему в обед и вернётесь. Ну что ж, спешить некуда, свистят да белят, да цигарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили, сенники в уголке разложили, прямо как на даче расположились. Начальство тебе никакого, звезда в окне горит, сало на зубах хрустит, полное удовольствие. Подзакусили они, подзаправились, спать не хочется. Соловей над гимнастикой со двора так и заливается, прохлада из синей волной прёт. Порылись они в кисетах карманах. Самое время закурить, ан табаку не крошки. Вот один солдатик и говорит. Что ж, голуби, обмешулились мы, соломки из тюфяка не покуришь, без хлеба обойдёшься, без табаку душа горит. Придётся нам в город в лавку идти. Час ещё не поздний, второй ему свой резон выставляет. На кое ляд всем троим две версты туды-сюды драть? Мало ли мы на службе маршируем? Давайте-ка на узелки тянуть. Кому выйдет, тому и смотаться. А третий, рябой, свой план представляет. Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьётся, настоящую правду свернёт, тому и идти. Ну, на то мы порешили. Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, первый солдат и завёл. В некотором полку, в некоторой роте служил солдат пирожков. Из себя бравый, глаз лукавый, румянец малина со сливками, служил исправно, все приёмы так и отхватывал, винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо, аж ротный кряхтел. Однако ж, был у него стручок. Чуть в город его уволят, так он к бабе, так сказать, нации и лип. Как шмель к патоке, даже до чрезвычайности. Не перебивайте-ка, братцы, с первоначалу будто и правда обозначается, а сейчас чистая брехня и пойдёт. Встретился пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей, одной завлекательной. Поведение не то, чтобы лёгкого, не то, чтобы тяжёлого. Серёдка на половинке, сели они на травке, цветок сбоку к земле клонится, девушка к цветку, пирожков к девушке, подмышку её зажал, аж внутри у него хрустнуло, и у неё также. Однако ж, не на ангела напал, вывернулась рыбкой, да как двинет локтём под жабры, так пирожков и ёкнула. Что ж, говорит солдат, ежели тебя, девушку, в невинном виде и поцеловать нельзя. А она, известно, осерчавши, потому что блузка у неё от солдатского усердия лопнула, сатин по шесть гривен аршин. Тогда, говорит, меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет. Да с тем юбку в зубки в кусты улетела. Вертается солдат в роту. Дюжа его задела. То да сё. Занятия начались, дошло до отдавания чести. Да как во фронт становиться? Новобранцев отдельно жучить? Кто ногу не доносит? Кто к козырьку лапу раскорякой тянет? Одновременности темпа не достигают, так сказать. А старослужащие ничего. Хлоп-хлоп. Один за другим так и щёлкают. Дошло до пирожкова. Экая срамота. Лихой солдат. А тут, как гусь, ногу везёт. Ладонь вразнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает. Хоч, брось. А потом и совсем стал. Не туды и не сюды. Как свинья поперёк обоза. Взводный рычит. Фельфебель гремит. Ротный на шум из канцелярии вышел. Что такое? Понять ничего не может. Был пирожков, да скопутился. Хоть под ружьё его ставь, хоть шварки из него топи. Ничего не выходит. Прямо как мутный барбос. Фельфебель тут к ротному подскочил. На ухо докладывает. Образцовый солдат был. Ваше высокородие. Чисто беда. Придётся его, видно, в комиссию послать. Видно, у него мозговая косточка заскочила. Подумал ротный. В усы подышала. Повременить придётся. А вось очухается. Уже такого солдата лишатся? В город его только ни почём не пущать. А то он во фронт становясь начальника дивизии с ног собьёт всю роту из похабит. Время бежит. Пирожков ничего. Тянется. По всем статьям первый. А кроме того, чтобы во фронт становиться. Как занятие, его уж насчёт этого и обходили. Что ж зря кометь ломать, дурака с ним валять. Он тут-то и вышло. Нежданно-негаданно завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил, а потом и отдание чести. Стал сбоку монумент монументом, солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются. Знай только, перстом знак подавай. Проходи который. Видит полковник. Все прошли. Один бравый солдат из-за колки, из-за койкой столбом стоит. А что это за прынц такой? Пятки у него что ли стеклянные? А ну-кась, выходи, яхонт. Подлетает тут ротный. Так и так. Да всё насчёт солдатской мозговой косточки и выложил. Как загремит командир полка, аж все голуби скаланчи супротив роты послетели. Какая там косточка? Показать не умеете? Растя по разине на ухо наступил. Я ему эту косточку в два счёта, так сказать, вправлю. Эй, орёл, поди-ка сюда. Стань на моё место. Вот я тебе сам покажу. Отошёл командир полка подальше. Да как стал шаг печатать, так по стёклам гулки ропот и прошёл. Ать два. На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым, каблук-каблуку, руку-козырьку, красота. Понял? Спрашивает. Так точно, ваше высокородие. А ну-ка, сделай сам. Ах, ну тут и Пирожков. Шаг в шаг, плечики в разворот, хлопнул во фронт перед командиром, да так и отчётисто, чётко, чище и в гвардии не сделаешь. Ну вот, говорит командир, видали? Показать только надо, как следует. Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки в город до вечера отпустить. А тому только того и надобно. Пришёл скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою кралю. Да, решёшь и говорить. Пришлось ей белый флаг выкинуть, на полную капитуляцию, сдаться. По тому условия он честно вспомнил. Бабьи их нации сто батонов в спину. Так-то вот, братцы, а за табачком идти не мне. Крякнул второй солдат, начал своё плести. Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. А хатка у неё была на отлёте, огород на болоте. Чем ей, братцы, старенькой, пропитаться. Была у неё коровка, давала, не отказывалась, по ведру в день. Куда хочешь, туда и день. Носила бабка подача молоко, жила не узко, не широко, пятак да полушка, толокно да ватрушка. Пошла как-то коровка в господские луга, на тихие берега. Нажралась с рова клевера, по горло, брюхо-то у ней, милые вы мои, и распёрла. Завертелась бабка, без коровки-то, зябка, кликнула кузнеца чёрного молодца. Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадриль. Да коровка-то, дура, упрямая была, взяла, да и померла. Куда тут, братцы, деваться, чеем ей старенькой пропитаться. Наложила она полное решето мышей, надоила с них пять полных ковшей, стала опять разжеваться. А тут в самые маневры зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры. Нет ли у тебя, бабушка, молочка, заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдёт, кишка к кишку захлестнёт. Поскребла бабка загривок, дала им жбан мышиных сливок, выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат, мыши в головах заскребли, скулят, пищат, горестно голосят. Что ж это за манеры, господа офицеры? Бабка нас дочисто выдавила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую по полову лущат, благодариям называетесь, благородиями, а поступаете неблагородно. Преклонил тут старший офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в золе, посадил на ладонь, да и спрашивает, что же нам пескуха делать, платите за коровье, выпили на здоровье, ан вышла мышье, мы тому не повинны, старшая мышь и говорит, а вы, ваше высокородие, пожалейте наше отродье, деньги-то у вас военные, пролетные, люди вы молодые, беззаботные, соберите фуражку, порублю с головки, старушке на коровку. Ну-ка, что ж, офицеры народ веселый, завернули полы, набросали фуражку с полсотни бумажек, старушки поднесли, да и прочь пошли. С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хоть брось, кто всех сочтет, тот за табаком и пойдет. Третий рябой принахмурился, соломинку из тифика перекусил, начал. Ничего так с бубен прикатил, стало быть, дагестанский принц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в ту же минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает, с какой такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слезал. Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и в пол голоса рапортует. Все господин полковник по неотложным делам отлучились. Первая рота командир под винтовкой стоит, тетка его за разбитый графин поставила. Второй роты бабушку свою в Москву рожать повез. Третьей роты змея на крыше по случаю ясной погоды пускает. Змея хорошего, большого. Четвертой роты криком кричит, голосом голосит, зубки у него режут. Пятой роты на яйцах индюшиных сидит, потому как индюшка у него околевший. Шестой роты отца диакона колоть чучело учит. Седьмой роты грудное дитё кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала. Стой! Закричали земляки. Вот и проштрафился. Как так проштрафился? А разве ж ты, моржова твоя голова, не знаешь, что завсегда, как с седьмой роты командирова супруга в запой войдёт, их высокородие своё дитя самолично из рожка кормит. Дуй скорее за махоркой, а то и забрехни твоей. И так припоздали.